Если это брать по экономическому эффекту, то потери от него незначительные. У нас больше намного потери от казнократства и коррупции, которые составляют до третьих бюджетных средств в этом плане. А в плане продолжения традиции, я думаю, они вполне здравые, потому что уже за последние сто лет на подсознательном генетическом уровне все знают, что 1 мая большой праздник, 9 мая огромный светлый праздник, между ними есть несколько дней рабочих. Ну а те, кто уезжает на каникулы, это обычно самозанятые люди или предприниматели, или те, кто покупает путевки, они потом их отрабатывают.